Идем, мы спят точком. Большой секрет. Куда идем? Куда? Куда туда? В магнит? Косметик. Вы спрашиваете, как я все успеваю, а не как. Вот сегодня, например, конючица с утра не хочет лежать и все. Глаза сонящие. Уже спать пора. Давно. Не, не спит. На ручки берешь, все хорошо. Жизнь налаживается. Агукаем, смеемся. Все отлично. Кладешь на шезлонг или в кровать. Все. Один глаз накрасила, поносила. Второй глаз накрасила, поносила. Вот так. Ну и нянечка моя, конечно, помахает. Но это бесполезно. Ее надо брать на руки, столбиком носить, чтобы она глазела. Ей все интересно. Сейчас она рассматривает, изучает квартиру, изучает нас. Наверное, уже зрение более-менее. Второй месяц пошел. Вчера был месяц. Делали с Ксюшей, кстати, фотосессию. Как-нибудь я вам обязательно покажу пока. Привет скажи всем. Привет. Кстати, у меня тут один тормоз. Очень сложный, а тут лёгкий. Хорошо. Вот. Как-нибудь обязательно вам покажу. Сама делала фотосессию. Классно там редактировала. И всё такое с карточками. Кстати, лайфхак. Вот эти вот карточки по месяцам, да, по месяцам, по годам для фотосессии. И снова адрес, на зон. Зачем платить, когда их можно распечатать? Если у вас есть принтер цветной, я нашла эти карточки в интернете и распечатала разные красивые, какие мне именно надо. И сделала сама фотосессию на месте малышне. Вот. Поэтому, так как она сегодня конючится, сейчас вот в коляске всё нормально лежит, балдеет. Всё, красота. Спим сразу, моментально. Только в люльку попадаем. Мы не заправили постель, хорошо успели позавтракать. Но я сегодня собиралась менять постельное бельё. Не убрались. Приезжал ещё курьер из детского мира заказывала. У них классные акции, кибердни. Памперсы там, хаггис лицов я беру вообще за копейки. Вот. И заказывала курьерскую доставку на сегодня. Вот. Приезжал курьер, всё бросили и пошли гулять. Я надеюсь, сейчас погуляем, всё наладится. Я хотела снять обзор каталога 10-го Фаберлик. Не получается никак. Но надеюсь, что получится. Даже когда мы приходим с улицы, бывает такое, что она ещё потом 2 часа в люльке дрыхнет моими непрохами. То есть бывает такое. Вот. Так что надеюсь, всё я не объясню. Если вы его увидели, обзор каталога выйдет раньше, значит, всё хорошо. Сейчас идём в магнит-косметику. Что будет интересно, я вам покажу. Но вообще у меня есть цель. Очень интересная. Я скажу попозже. Ещё хотела сказать, девчонки. Ну, всё дело, на самом деле, в отношении к ситуации. В том, что ребёнок иногда плачет, ничего страшного нет. Не должно быть никакой паники. И, как правило, уже к месяцу чётко понимаем, чего она хочет. Она, он, малыш ваш. Надо просто как-то, ну, не знаю, все эти ситуации проходить на лайте. Что мы как бы стараемся делать? Не запариваться, не быть там сумасшедшей мамочкой, которая с рук не спускает ребёнка. И так далее, и так далее. У нас есть две мамы. У нас есть две мамы, а пап же. Да. Вот. Это плюс. Просто адекватно реагирует на ситуации. Не забывайте про себя, что вы у себя тоже есть. И самое главное, если вы себя чувствуете некомфортно, то и вашему ребёнку будет некомфортно. Он всё чувствует. Впитывает от матери любые эмоции. Поэтому о себе заботимся, себя любим, про себя не забываем. Мы уделяем себе как можно больше времени, чтобы наше психологическое здоровье было в порядке, чтобы нам всегда было комфортно. Ни в чём себе не отказываем. Ни в прогулках, ни в походах по магазин, ни в отдыхе на водоёмах, как вы уже заметили. И так далее. Это примеры просто частные. Мама спокойна, спокойна ребёнок. Тогда всё вытескивать. И я тоже как бы спокойна. И ты спокойна. А когда мама спокойна, в семье все счастливы. И папа, и дети, и все остальные. Эту простую истину я усвоила уже давно. А если мамы нет, то все несчастливы. А если мамы неспокойно, да. Если мама злая, да, то всем хреново сразу становится дома. Точно. Мне точно сегодня было. Там больно не очень. Спать вообще не давала. Ну не давала. Ну что, бывает такое. А мы не отчаемся. А мы всё равно. У нас каникулы в декрете. Высмем сюда. Что нам? Погода хорошая. Попёрлись гулять. Так что вот так, девчонки. Мы уже почти дошли. Домахник косметик. Что-то ещё хотела сказать вам. Ну, мелочь перебила. Если улетела. Такое бывает в секрете, да. Кстати, на Брэв хорошая цена. Сейчас я возьму себе какие. О, смотрите, какие интересные появились. Это Брэв тоже. Да. Но здесь их три штуки, а здесь четыре. Может, возьму такую, попробую. Смотрите, какие прикольные. Потом вам расскажу. Интересно. Какие для меня все посуды закончились. Сейчас какие-нибудь возьмём. Мне надо вообще маленькие, потому что я бутылочки мою. Ну, не знаю, эти какие-то совсем низерные не хочется. Ну, такие возьмём, наверное. Хотя мне вот эти нравятся. Ну, они здоровы. Ладно, возьму вот эти. Это бомбочки либо... Это всё бомбочки берёт. Или... Сейчас мы дойдём до них вместе. Я тебе уже сказала. И посмотрим. Вот ГРАСА антижира что-то нет. У неё уже антипыль... А, вон Азолит антижир. Сейчас покажу вам. Это тряпки, которыми я люблю пользоваться. 54 рубля. Они здесь стоят. Здесь три штуки. Самые лучшие девчонки, которые удаляют каждую крошечку с поверхности цилилбозные. Так, возьмём Азолит по акции. ГРАСА антижир. Самый мощный. Для плит, для сковородок, для всего. Вам уже сто раз говорил. Смотрите, 99 рублей вообще копейки. Но у меня есть в запасе бутылка. Поэтому не беру. Сейчас по 89, а бывает вообще по 69. Представляете? За... 350, по-моему, грамм, да? Только магнит-косметик такие цены. Клей ПВА беру. Мы делаем слаймы. Тут только один такой. Больше ПВА нет. На Хагисы... О, на двойку тоже хорошая цена, кстати. Но я дешевле в детском мире заказала сегодня, которые пришли, потому что у меня промокод была. Так хорошая цена за 84, да? 82 штуки, 900 рублей. И на стройку. И на четверку. Котяна, дадим все эти маски. Маски, глянь, тканевые набрала. Вилента. Мне не очень нравятся Вилента. Котяна, пойдем другие посмотрим. Они так себе. Палфетки по 8 рублей. Сейчас возьму две пачки. Здесь сколько штук? 15 штук. Руки протереть на улице. Так далее. 8 рублей. Это не бомбочки. Сейчас мы за 65 возьмем. Лаки Скин. Это они? Нет. А где вот найти Лаки Скин? Короче, я не нашла. Не буду брать эти бомбочки. Нофи-нофи-нофи. И я, собственно говоря, пришла. Вот за этим своим любимым осветлителем я хочу осветлиться. Я взяла 13-15. Платиновый. Для 9 тонн. Вот все классно, какой есть. 10-55. 4 тонна осветления. 244 рубля по окрасе. И сейчас возьму какую-нибудь красочку для тонирования после осветления. А для тонировки, чтобы был пепельный цвет, но холодный, нам нужна краска 2.0. Не во всех красках ее найдешь. Сейчас буду искать. Нашла в гарнир. 2.0. Это вообще, конечно, нонсенс найти 2.0. 2.0 мне сказала так моя парикмальша, моя соседка, что нужно именно 2.0. Это не Агафья. Уже без акции были по 89, любимые мои. Вот это самое любимое. Маску, если я хочу издевать. Пупс хочет маску с животными. А вот это маска? Это маска, но с животными я не вижу. Сейчас мы с тобой поищем тканевую. А там еще есть маски. Там? А, еще есть. Сейчас поищем. С животными не нашли, нет магнит-косметик. Жутки какие? Вот тут у нас по духам пошли. Классно. Ну, в духе себе. Вкусно. Магнит-косметик, кстати, за копейки есть. Очень хорошие варианты. Так, акции еще новые появились. Смотрите, какой. Наверное. Перевыпуск. Мишки. Мишки. Еще после вторых родов у меня какой-то страх, что ли, пропал. Вообще бесстрашно стало. Снимаю полочки в магазине. Магнит-косметик. Раньше не снимала. Знаете, как-то было иногда стрёмно. Потому что народ смотрит, оборачивается. А сейчас вообще пофиг. Просто пофиг. Могу снимать, где хочу, что хочу. И кто там смотрит, что смотрит. Ты с горки? Вообще все равно. Абсолютно. Короче, была и так до бока. Бесстрашная. А стала еще более бесстрашной, наверное. Потому что, когда у тебя есть дети, страха быть ни перед чем не должно. Вот так. И еще абсолютно точно, что-то у меня на философский тем поперло в психике, могу сказать, что все наши страхи, они настолько загоняют в угол и делают несчастными. Я над собой работаю всю жизнь. И вам советую. Ничего не бояться. Допустим, что ребенок начнет капризничать. Ах, что же я с ним буду делать? Не успела убраться. А что скажет муж там? Или мама, или свеклотник еще. Муж идет к другой. Или там бросит меня. Ой, на работе, что подумает начальник. И так далее. Все вот эти страхи только нас загоняют в угол. Никогда не нужно ничего бояться. Все наши мысли материальны абсолютно точно. Сто процентов. Это как я в свое время боялась, когда Ксюша ходила в садик. Ой, что-то она у меня целые два месяца не болеет. Ничего себе. На следующий день она заболевает. Потому что есть страх. Он засел в голове, и я так, ой, что-то она давно не болела. Хоп. Все случается с нами из нашей головы. Абсолютно все. Поэтому никогда ничего не бойтесь. И работайте над собой. Приучайте себя. Ободрал ногу. Приучайте себя мыслить правильно. Никогда не думайте о том, что с вами что-то может случиться, кто-то может вас обидеть или еще что-то в этом роде. Это однозначно с вами случится рано или поздно. Вы просто приучайте себя думать по-другому. Начинать надо с малого, с малейших страхов. А потом все больше и больше. Вы увидите, как начнет жизнь меняться в лучшую сторону. Абсолютно точно вам говорю. Когда вы начнете бороться со своими страхами, жизнь начнет кардинально меняться в лучшую сторону. Вы будете счастливы. Припол покажу. Научила так делать. Доча надолго смеялась. Вот так не делали в детстве. Это венок. Веночек, цветочки. Смотрите. Пахнет, кстати, венок. Обалдеть. Вы всегда так в детстве делали. Они есть побольше, цветочки есть поменьше. Когда его вдыхаешь, у них такие тонкие лепесточки, он прилипает к носу. Ой, ветер унес его. Сейчас показала дочь. Научила, показала. Надолго смеялась. Смотрите, у нас сейчас остановки обрабатывают с хлоркой. Вообще запах хлорки не чувствую. Хотя попахивает вроде. Ветер в нашу сторону. Он сейчас активно поливал всю остановку, лавочки и вообще всю остановку, снов дохвалы. Здорово, конечно. Хоть остановки чистые будут. Ребенок спрашивает, почему в дорогах трещины? Землетрясение, что ли, было? Я говорю, нет, не землетрясение. Такие, говорю, работники хреновые, так асфальт клали. Я, кстати... Ну, половину сделали ровную, половину не ровную. Ну, вот видишь, не продумали. Вот так у нас дороги делают в России. Кстати, никогда не обманываю своего ребенка. И всегда ей все говорю, как есть. Если, конечно, какой-то провокационный вопрос, стараюсь умягчить. А так, не вру. Мы друзья, да? Да. Расскажите, интересно, ваша политика в отношении детей? Потому что я вот на площадке вижу, ну, все мамы врут детям. Абсолютно. На какие-то глупые вопросы. Какой сегодня, Юля? Второе? Да. Второе. И детскую не построили. И детскую не построили. Нам должны построить новую детскую. 12 июня были. Потом перенесли на июль. Вот ждем. Крутой какой-то комплекс, типа, будет. Да. Как-то не очень хорошо поступили. Не очень хорошо, да. В общем, напишите, какая у вас политика отношений детей. Вы обманываете их, нет? Я имею в виду даже вот, ну, банальные там какие-то вопросы детские, нелепые. Я всегда говорила, правда, на меня даже муж сначала косо смотрел. Типа, ты что? Нет, я своих детей обманываю. А они только рабочие детские. Да, рабочие обманули. Я никогда говорю, не буду обманывать своих детей, потому что я хочу того же от них. Чтобы они всегда были со мной честными. И меня устраивает такой формат дружбы. Напишите, как у вас. Ну что, мои хорошие, приступаем с вами к осветлению. Я позвонила сейчас Оле своей соседке и парикмахерам совместительства. Говорит, угомонись. Я говорю, не могу. Сейчас, говорю, покрашусь, потом меня пострижешь. Но через несколько дней у меня выходной будет. Так, открываем, смотрим, что у нас тут. Она уже забыла, по-моему, в бутылочке разводится. Крышечка. Бутылочка. Да, все в бутылочке. Нам тарелка не нужна. Так, осветляющий крем. И перчатки. И вот эти три штуки. Я забыла, что это, девчонки. Кондиционер написано на одной. Платиновая маска. И порошок. Блонд активатор. Так, платиновая маска у нас после добавляется, если я не ошибаюсь. Ну, в краску, естественно, она не добавляет. Так, способ применения. Я уже забыла. Способ применения на упаковке нет. Нашла инструкцию. Так, мы сначала с вами откручиваем крышку. Это у нас что вообще? Тут три компонента. Флакон, аппликатор с проявляющим молочком. Потом мы добавляем с вами блонд активатор. И тут нет надреза. Нам нужны ножницы. Как жаль. Высыпаем. Это нужно делать еще аккуратненько. Порошочек беленький. Так. Сыплю, сыплю, сыплю. Порошок высыпали. А теперь берем осветляющий крем. Прокалываем. О, какой сиреневый. Камера вам делает его голубым, он сиреневый. И выдавливаем тоже сюда в тюбик. Закручиваем колпачок. Надеюсь, мне одной бутылочки хватит. Искренне надеюсь. И все как следует перемешиваем. Вот как осенний. Перемешали. В инструкции написано, что на сухие волосы нужно носить. Я уж хотела голову помыть, если честно. Сейчас ровный пробор сделаю. Нам понадобится еще кисточка. Перчатки я надевать не буду. Я думаю, на руки у меня ничего не будет попадать. И погнали. О, уже лезет. По проборам я буду начинать с корней, потому что кончики у меня светлее. Потом на кончики протяну. Не сильно буду затрагивать корни. Так. Кончики, видите, у меня посветлее на пару тонов, чем основная масса. При естественном освещении видно. Но сейчас нанесу и к вам вернусь. Все, нанесла, уже начала задыхаться. И уже посветлела. Сейчас буду ходить, не знаю, на полчасика. По результату будем с вами смотреть. Ну что, девчонки, я знатно так посветлела. Причем красивый такой оттеночек. Не сильно прям рыжий. И сейчас буду смываться, наверное, да. Хватит. Буду смываться и будем с вами тонироваться. Я сразу навожу тонировку, потому что она мокроволоса в процессе мытья. Что нам нужно? Нам нужен с вами шампунь. Я возьму, наверное, Head & Shoulders. Хотя зачем Head & Shoulders? Когда у меня как раз есть для этих целей подходящий шампунь. Фаберлик. Нам нужен шампунь примерно где-то, ну вот сколько вам на раз, на, там, столовую ложку. Вот. Разводим его чуть-чуть водичкой. Ну вот так. Видите, да? Не видно. Сюда я все болею. Ну тоже где-то две столовых ложки пускай. Так, где моя кисточка? Вот. Я же ее доставала. Разводим шампуньку водичкой. Побольше даже, наверное, три столовых ложки, где-то четыре даже, чтобы мы поливали себе на волосы. Потом добавляем красочку 2.0 где-то полсантиметрика, не больше. Ну может сантиметрик даже. А, ее проколоть надо оказывается. Сейчас проколем у тебя. Так, краска я вам показывала магнит космичек. Гарниер 2.0. Так, вот так. О, все, она растянулась, правда. Так, дальше. Перемешиваем. И окислитель добавляем непосредственно перед нанесением на волосы всей этой шайтан-смиссии. Я вам уже показывала, как тонироваться краской. Для меня это самый удачный способ, чем всякие тонировочные маски, шампуни. Он долгоиграющий и действительно дает красивый холодный оттенок на волосах. Так, вот размешала. И сейчас буду смывать. И прям в чашечку, когда смою, добавляю окислителя. Ну сколько, ну примерно столько же, сколько и краски. Перемешиваю, сразу наношу на волосы, вспениваю, держу несколько минут и смываю. Вот таким образом. Нанесла, девчонки, все везде течет. Потому что это жидкая субстанция. И сейчас, минутки две, я это все дело подержу. Потом еще вспеню. Ну практически сразу холодный оттенок становится. Если вы совсем светлое тонируетесь таким способом, то вы просто полите, сразу смыть, иначе будете сильно темный. Потом посушусь и уже покажу вам результат. Ну что, девчонки, вот такой цвет у меня получился. Вот тут вот, как туда, вот так камеру передают достоверно. Он неравномерный, потому что он у меня до этого был неравномерный. У меня здесь было больше красного. Блин, 5,76, да, куберликовский. А кончики были посветлее. Они сейчас, кончики больше в пепел. А корни, они такие карамельные. То есть есть разница, но переход плавный, в принципе, нормальный. Пока буду ходить так. Мне все-таки кажется, что когда у меня цвет волос немного посветлее, мне лучше. Я вот пришла к этому выводу. Да? Мне нравится. И он такой вот под загорелое лицо. Вот этот цвет вообще смотрится обалденно. Осталось только еще загореть нормально. Ну вот, девчонки. Вот такой вот результат. Мне нравится. Потом, скорее всего, я еще раз осветлюсь, чтобы сравнять цвет, да? И протонируюсь. И будет красота. Но все-таки хочешь, чтобы карамельный вот этот оттеночек остался. Ну он и будет, я думаю. Ну вот и все, мой хороший. Влог заканчиваю. Если он был вам интересен и полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень всех люблю, целую. Берегите себя. Пока-пока.